Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд – «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаем их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам, пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеоосмотр. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. Знаком ли вам двигатель 1.6 TDI от концерна VAG? Год назад мы сделали обзор второго поколения этого двигателя. А сегодня пришла пора сделать обзор первого поколения этого мотора. Итак, встречаем! Когда концерн VAG распрощался с насос-форсунками, его турбодизеля стали мощнее и бодрее. А так как основные продажи приходятся на двигатели меньшей мощности, им пришлось сделать новый базовый двигатель. Этот 1.6-литровый турбодизель существует в трёх вариантах мощности – 75, 90 и 105 л.с. Т.е. его топовой мощности хватает для перемещения таких автомобилей, как Passat и гружённый Caddy. Эти двигатели выпускались с лета 2009 по июнь 2015, а затем этот мотор заменили на обновлённый турбодизель такого же объёма. Собственно, любой автомобиль Audi, Seat, Skoda и Volkswagen, выпущенные до 2016-го модельного года, с шильдиком 1.6 TDI обладают именно этим мотором. Этот двигатель создан на основе мотора 2.0 TDI с Common Rail. Физические размеры его чугунного блока почти такие же, но он легче на 6 кг. Рабочий объём в 1.6 л достигнут уменьшением диаметра цилиндров и хода поршней. В приводе ГРМ зубчатый ремень. Оба распредвала связаны между собой зубчатой передачей. Масляный насос находится в поддоне под коленвалом и приводится от него специальным зубчатым ремнём. Мотор 1.6 TDI радует надёжностью. При интенсивной эксплуатации на коммерческой технике он легко ходит 500 000 км, но экономить на обслуживании этого мотора ни в коем случае нельзя. Как минимум, масло должно быть качественное и с правильным допуском. Также советуем убедиться, что в блоке управления залита самая свежая прошивка. Этот двигатель попал под дизельгейт, после чего ConcernVac выпустил для него честные экологические прошивки, и дилеры приглашали на обновление ПО. Но с этими прошивками двигатель 1.6 TDI начал громко работать при прогреве. То есть, когда стрелка температуры двигателя достигала 90 градусов, двигатель работал с сильным тарахтением. Вдобавок из-за этих неудачных прошивок возрастал расход топлива. Многие владельцы откатывали прошивки, то есть устанавливали старые, не очень экологичные, но более приятные. А вот свежие прошивки устраняют все проблемы. Да и прожиги сажевого фильтра, если он не отшит и не удален, происходят реже. Двигатель 1.6 TDI оснащен двухмассовым маховиком. Эта деталь не обладает вечным сроком службы и обычно выходит из строя при пробеге в 200-250 тысяч километров. Двухмассовый маховик с корзиной сцепления для этого двигателя стоит 350-400 долларов. Все двигатели 1.6 TDI соответствуют экологическим нормам Евро-5. Состояние сажевого фильтра, включая его загрязнение сажей и золой, можно прочитать с помощью диагностического ПО. Нельзя сказать, что сажевый фильтр создаёт серьёзные проблемы при эксплуатации этого двигателя, но однажды его придётся отшить. Регламент для этих моторов говорит, что диагностика сажевого фильтра нужна при пробеге 180 тысяч километров и далее каждые 30 тысяч километров. В наших странах практически никто не меняет этот дорогостоящий узел выхлопной системы. Ну а сегодня разобрать этот небольшой немецкий мотор нам поможет. Александр, встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. Все варианты двигателя 1.6 TDI оснащены турбокомпрессорами Garret GTC 1244WZ с изменяемой геометрией. Вообще, все версии этого двигателя отличаются только прошивкой. Геометрия приводится вакуумным актуатором. За вакуум отвечает клапан N75. Если турбина перестала дуть, то надо в первую очередь взглянуть на клапан, а также на вакуумные трубки, которые идут от него к актуатору. Серийных поломок турбины на этом двигателе не замечено. Но если под капотом со стороны турбины появился свист, то, скорее всего, проблема под впускным коллектором. Это свистят газы, прорвавшиеся из-под пробитой прокладки выпуска. Обычно вакуумный насос на двигателе 1.6 TDI не привлекает к себе внимания, но иногда возникает запотевание маслом под ним. Это решается с заменой уплотнительного колечка. Также иногда вакуумный насос начинает шелестеть. При ближайшем рассмотрении выясняется, что шелестит вот этот крестик, который входит в зацепление с распредвалом. Эта деталь со временем начинает люфтить. Система EGR двигателя 1.6 TDI двухканальная, а это значит, что отработавшие газы возвращаются во впуск по двум каналам, один из которых проходит через охладитель, а переключением между каналами заведует заслонка с вакуумным актуатором. Сам клапан EGR приводится электронным сервоприводом. Сервопривод через редуктор поворачивает кулачок, который перемещает шток клапана EGR продольно. Кулачок зацеплен за шток клапана через ролик. Так вот, бывали случаи, что ось этого ролика выскакивала наружу в сторону корпуса и упиралась в него. В этом случае клапан EGR и весь его приводной механизм может заклинить. ЭБУ сразу же фиксирует эту неисправность. Если клапан зафиксируется в открытом положении, то двигатель будет некорректно работать из-за постоянного потока отработавших газов и может даже не заводиться. Ну и отшивать всю систему EGR при постоянно открытом клапане никакого смысла нет, потому что прошивка никак не влияет на прохождение газов через клапан EGR. Если разобрать весь редуктор привода клапана, то можно вернуть ось на место и надёжно её зафиксировать. Также весь этот узел системы EGR отметился появлением трещин в охладителе отработавших газов. Как правило, антифриз будет течь внутрь и попадать в камеры сгорания тем же путём, которым туда попадают отработавшие газы. При значительных пробегах клапанная крышка двигателя 1.6 TDI может покрыться значительным слоем масла. Масло смешается с грязью и будет выглядеть очень некрасиво. Причина запотевания клапанной крышки в ней самой – её пластик рассыхается, становится хрупким. Масло начинает сочиться по стыку между клапанной крышкой и установленным на ней маслоотделителем и вдоль по маслозаливной горловине. Ситуация так себе. Придётся менять клапанную крышку на новую, либо на более эластичную БУ. Также умельцы могут предложить проклеить стыки пластиком. Если масло появится только вокруг форсунок, то придётся заменить уплотнения вокруг них. Желательно использовать только оригинальные сальники. Некоторые моторы могут интенсивно забрасывать впуск маслом. При внимательной проверке выяснится, что масло кидает через трубку системы вентиляции картера. Такая проблема происходит из-за сильного засорения циклонного маслоотделителя, который находится в клапанной крышке. Его невозможно очистить, не разобрав клапанную крышку. Скорее всего, в такой ситуации придётся поменять клапанную крышку. Оригинальный комплект клапанной крышки стоит $250. Кстати, клапанные крышки для этого двигателя предлагают много неоригинальных производителей. А это говорит о том, что клапанная крышка двигателя 1.6 TDI часто просится на замену. Зубчатый ремень привода ГРМ на 5 мм уже, чем у двигателя 2.0 TDI, но всё равно у него ширина внушительная – 25 мм. Для замены ремня ГРМ надо использовать фиксаторы, которые стопорят коленвал, шкив распредвала и шкив ТНВД. Отверстия для стопоров служат метками. Менять ремень ГРМ надо при интервале 210 000 км, но также есть сведения о интервале замены в 300 000 км. Замечено, что некоторые неоригинальные комплекты ремня ГРМ, а именно натяжные ролики, издают вой и гул во время работы двигателя. Но ничем страшным это не заканчивается. Поэтому лучше всё-таки устанавливать оригинальные комплекты ремня ГРМ или покупать комплекты ГРМ того производителя, который поставлял эти детали на конвейер. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем ещё один замученный владельцем мотор. У этого двигателя катастрофически загрязнён впуск и слетело одно коромысло, которое начало обтачивать кулачок распредвала. Но видно, что с этой проблемой мотор проработал недолго. На двигателе 1.6 TDI используется топливная система Common Rail от компании Siemens, которая на сегодняшний день принадлежит концерну Continental. Это классический Common Rail. Топливо из бака передаёт подкачивающий насос. На ТНВД присутствует дозирующий клапан. На топливной рампе есть ещё один регулятор и датчик давления. Пьезофорсунки Siemens – стоит ли их бояться? Сразу сообщим плохие новости. По оригиналу форсунка стоит 500 долларов, такая же от Continental – 400. Вообще, форсунку надо менять на новую, если в ней отказал пьезоэлемент. Пьезоэлементы новые не продаются. Как вариант можно поискать БУ, но не всегда удается найти. Вообще, на ранних двигателях 1.6 TDI из-за отказа пьезоэлементов приходилось раскошелиться на покупку новых форсунок уже к пробегу 120–150 тысяч километров. Вообще, нормальное значение напряжения для пьезоэлементов этих форсунок – 125 вольт. Если выше, то пьезокристалл уже будет работать некорректно и нередко издаёт треск. Производитель несколько раз обновлял эти форсунки. Есть надежда, что форсунки последней ревизии служат примерно 250 тысяч километров. Если пьезоэлемент жив, то все механические детали форсунок прекрасно ремонтируются. Всё изношенное можно поменять на новое и лучше реставрировать сразу все форсунки. Поверьте, старые форсунки в компании с новыми сразу дадут о себе знать и придётся снова оставлять машину на приколе на автосервисе. После ремонта эти форсунки обязательно надо проверить на стенде с генерацией корректировочного кода. У новых форсунок этот код состоит из шести знаков. Его надо обязательно прописать. После прописки нужно запустить специальный режим прецензионной настройки форсунок. Его ещё называют «адаптация минимальной подачи форсунок». После этого мотор с новыми либо отремонтированными форсунками будет ехать как молодой, тише и экономичнее. А вот если прогнать эти адаптации на моторе со старыми форсунками, то, скорее всего, наверняка они окончательно выйдут из строя. ТНВД «Сименс» оснащён механическим насосом подкачки, который служит для небольшого увеличения давления топлива, которое поступает в две плунжерные секции. Дозирующий клапан по умолчанию открыт. То есть, если при включении зажигания дозирующий клапан не закроется, то ТНВД не сможет заполнить топливную рампу топливом под нужным давлением, и тогда двигатель не запустится. Также возможен вариант, когда клапан неисправен, двигатель может запуститься, но сразу же заглохнет. В целом, топливная система «Сименс» и ТНВД надёжны и долговечны, но их можно угробить своими руками. Многим владельцам и сервисменам это удавалось. После замены топливного фильтра надо заполнить стакан топливом. Делается это с помощью диагностического ПО. Грубо говоря, подаётся команда на насос подкачки, прокачку надо запустить минимум три раза и лишь потом запускать двигатель. Если этого не сделать, то топливная система завоздушится, ТНВД поработает на сухую, натрёт стружки, угробит себя и натворит дел. Кулачки распредвалов и зубчатые шестерни напрессованы на распредвалы. Известны редкие, но очень неприятные случаи проворачивания кулачков и шестерён. Это может произойти, если таскать автомобиль на галстуке, также при встрече поршней и клапанов, а также, если неадекватно пробуксовывать. Шестерни и кулачки проворачиваются на небольшой угол, поэтому двигатель продолжает работать, но делает это очень вяло. Если провернётся шестерня впускного распредвала, то тогда впускные клапаны будут закрываться позже, соответственно снизится степень сжатия. Эта неприятость диагностируется только при внимательном осмотре. При выставленных метках прорезь на впускном распредвале под вакуумный насос должна располагаться горизонтально, выемки на распредвале под удлинитель головки должны быть установлены вертикально. Мы уже видели следы вскрытия этого двигателя, а именно герметик под клапанной крышкой. Также обратите внимание, что все клапаны пронумерованы. В общем, этот двигатель отремонтировать так и не удалось, он буквально залит маслом. Масло буквально рекой лилось в камеры сгорания. Непонятно, почему это происходило, ведь турбина была живая. Ну и сетка Hone в цилиндрах отсутствует. Замена ремня маслонасоса в принципе никак не регламентируется, но меняется он легко и просто. Музыка 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 Ну что, этот двигатель достойно выдержал все издевательства. Нижние шатунные и коренные вкладыши не протерты в усмерть, но на верхних шатунных уже виден цвет меди. Коленвал еще бы походил. Музыка Обратите внимание на неравномерный нагар на жаровом поясе поршней. На одном поршне его нет вовсе. Ну и все маслосъемные кольца закоксованы. По верхним коренным вкладышам в принципе ситуация такая же. В блоке присутствуют маслофорсунки. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали надежный мотор 1.6 TDI ВАК без каких-либо заморочек и серьезных слабых мест. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие качественные и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».